Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Погода не способствовала, но зерна будет больше. Таким прогнозом на нынешний урожай поделился председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей. В пятницу губернатор принял участие в участвовании тысячников сельхозпредприятия Новая Нива Лельческого района. Высокий результат на счету экипажей Сергея Лосия и Степана Влазнюка, Игоря Заризаки и Анатолия Казаченко. Водителями тысячниками стали Артем Фицнер, Валерий Савченко и Андрей Куцев. Всего в хозяйствах Гомельщины более 30 экипажей намолотили свыше тысячи тонн зерна и два более двух тысяч. Перевезли свыше тысячи тонн более 90 водителей. Почти 80 процентов площадей, отведенных под зерновые, в регионе уже убрали. Вопросы строительства школ, благоустройства дорог, ремонта жилья, трудоустройства. 7 августа председатель Гомельского областного исполнительного комитета Геннадий Соловей провел прием граждан и юридических лиц. Записались 8 человек. За три часа Геннадий Соловей внимательно выслушал все жалобы и предложения жителей Гомельщины и комментарии по озвученным вопросам представителей ответственных служб. Среди тем, которые поднимались на встречи, строительство новой школы в Новобелице. В новом микрорайоне проживает 1300 многодетных семей. И такая необходимость очевидна. Как планируется, в следующем году будет создана проектно-сметная документация для объекта. Во время приема прозвучали также вопросы отдольщиков по возврату денег, вложенных в жилищные облигации на строительство дома. Были и просьбы помочь решить спорные моменты, связанные с трудоустройством. Каждый вопрос будет проработан отдельно и, по возможности, согласно закону, решен. Сегодня в Беларуси отмечается День строителя. Накануне профессионального праздника в Гомеле состоялось торжественное собрание. Такие мероприятия – это в первую очередь приятные встречи, особенно для тех, кто отправился на заслуженный отдых. Людям, которые десятилетиями работали рядом, всегда есть о чем поговорить. И не только вспомнить былое, но и поделиться взглядами на работу своих преемников. Те, кстати, традиции предшественников приумножают и выполняют поставленные перед отраслью задачи. Со сцены звучали многочисленные поздравления лучших сотрудников отрасли, наградили благодарностями и почетными грамотами и вручили нагрудные знаки за заслуги в строительстве.